МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Группу нижегородских добровольцев проводили на СВО. Владимир Путин ознакомился с работой ткацкой фабрики в Володарске. В рамках программы «Федеральная практика» открылось производство логических контроллеров УЗОЛа. Группу добровольцев, заключивших военные контракты в Нижнем Новгороде, проводили на специальную военную операцию. Перед отправкой новобранцам вручили письма с добрыми пожеланиями от нижегородских школьников. Как признаются добровольцы, такие письма дают надежду и поддержку. Торжественные проводы контрактников прошли с участием нижегородского барда и общественного деятеля Олега Новосельцева. Он исполнил для будущих участников СВО легендарные песни. Патриотические концерты организовали штаб Захара Прилепина, Центр пешков и Центр набора добровольцев. Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Государство оказывает достойную материальную поддержку защитникам Родины и помогает их семьям. По указу президента страны увеличены выплаты от Минобороны Российской Федерации до 400 тысяч рублей. Для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная матподдержка составит 1 миллион 205 тысяч рублей. В регионе также работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Здравствуй, солдат. Я горжусь, что есть такие смелые и храбрые люди, которые ради нашего спокойствия рискуют собственной жизнью. Желаю тебе, солдат, спокойной службы, справиться со всем. Удачи! Возвращайся живым и здоровым. Приятно, что дети пишут такие письма, дают надежду, поддержку. И это письмо я буду хранить как личный оберег. Владимир Владимирович, я рада сообщить вам о реализации масштабного проекта по созданию ткацко-отделочного производства полного цикла. О задачах и планах предприятия докладывает директор фабрики Надежда Аверина. Рассказать есть о чем. Полный цикл производства и окрашивания, современные технологии и передовое оборудование. Первая ткацкая фабрика в Володарске, первая и в вопросах импортозамещения. Предприятие, единственный в стране производитель мебельного велюра. Конечно, то, чего всегда не хватало в последние десятилетия, это качественные ткани, это точно совершенно. Это работа на очень важном перспективном направлении. Планы амбициозные. Обеспечить качественными тканями производителей мебели, социальной одежды и авиапроизводителей. Выпускать 11 миллионов погонных метров тканей в год и занять до 30% рынка в сегменте. Ассортимент продукции широкий. Не только велюр, но и тюль, водостойкие и огнестойкие ткани. Антивандальные покрытия, сейчас модные блэкауты, которые свет не пропускают, ну и так далее. То есть по запросу клиента мы выполняем любые требования. Различные виды ткани придаем различные свойства от трикотажа до гобелена. В будущем предприятие планирует запустить производство полиэфирных текстильных тканей и волокна, сырья для ткацкой фабрики. 26-й год – это момент, когда мы можем запустить уже вторую очередь и создать настоящий ткацкий кластер. Фабрика расположена на территории опережающего развития. Это и особые льготы, и дополнительные средства. Реализовать проект удалось и благодаря сочетанию самых разных мер господдержки. Общая сумма инвестиций свыше 3 миллиардов рублей. Весь комплекс первой ткацкой фабрики был возведен с нуля и в короткие сроки. Важно отметить, что мощности этого предприятия позволяют почти в три раза увеличить объемы выпуска подобной продукции в нашей стране. Открытие первой ткацкой фабрики – мощный рывок в развитии промышленности не только нашего региона, но и всей страны. Служба информации Наталья Куликова, Сергей Щеплягин. Такие контроллеры – один из базовых элементов для создания современных автоматизированных производств. Один компактный прибор может заменить значительное количество электромеханических реле и объединить разное оборудование в единую систему управления. Эти приборы принципиально важны для уступления производственной безопасности предприятия. Так что их поддержка – это одна из стратегических задач. Уникальная линия, она этого года, 24-го. То есть мы ее с трудом доставали. Эта линия производит такие вещи, которые управляют всей промышленностью. То есть как отдельными станками, агрегатами, так и целыми линиями и целыми нефтепроводами. Здесь будет создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Проектная мощность нового производства составит до 5000 комплектов программируемых логических контроллеров в год. Для нашего региона, конечно, это очень важное производство. Воспользовалось практически всеми необходимыми мерами государственной поддержки. Почти половину средств на строительство предприятия получило от государства 110 миллионов рублей по линии фонда развития промышленности. Кроме того, ранее предприятие получило уже 70 миллионов рублей от Минпромторга России и 8 миллионов рублей от регионального Минпрома на приобретение оборудования. Всего в новое предприятие было вложено более 400 миллионов рублей. Открытие завода программируемых логических контроллеров прошло в рамках всероссийской обучающей программы «Федеральная практика». Более 500 участников из всего Приволжского федерального округа собрались на Нижегородской ярмарке и обсудили развитие промышленного потенциала. Несмотря на все турбулентности, макроэкономические, геоприотические санкции, кредитно-денежные затруднения, мы все равно будем развиваться. Это 10% роста, это гораздо больше, чем в среднем по стране. ВРП 11,5, это тоже абсолютнейший рекорд. И мы за прошлый год впервые вышли на второе место в ПФО. Слава хочу благодарности выразить правительству Нижегородской области лично Глеб Сергеевичу Никитину за предоставленную возможность проведения данного мероприятия в Нижнем Новгороде. Сегодня перед нашей стороной стоят важные задачи укрепления технологического суверенитета, реализации ключевых инвестиционных проектов. Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», открытого по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Служба информации Юлия Короткова, Алексей Заволов. Анатолий Петрунько садится в свою новую машину. Она полагается ему от государства, как сотруднику, пострадавшему от несчастного случая на производстве. Трагичная история произошла с ним больше 20 лет назад в Якутии. Там он искал месторождение нефти и газа. Но сейчас эта история уже давно в прошлом. Анатолий уже хорошо знает, по каким маршрутам будет ездить. В свою новую машину садится и Сергей Шипулин. Всю свою жизнь он проработал на железной дороге. Там и получил травму. Расставляя вагоны на выгрузку, потерял ногу. Трагедия произошла 32 года назад. Но, несмотря на это, Сергей всегда ездил на машине за рулем. Прошел путь от Запорожца до Лады Гранты. Говорит, новая машина сильно отличается от предыдущих. Отличается, конечно, здесь автоматическая коробка. И уже рычаг один только остался. Так что здесь полный комплект. Ключи от белой Лады Гранты вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Чтобы в жизни обычно себя нормально чувствовать и пользоваться всеми коммуникациями, мы вручим сегодня эти ключи, чтобы вы могли передвигаться на автомобиле к специальной оборудованию. Всего в этот день новые автомобили получили 34 Нижегородца. Необходимость в личном транспорте для каждого определялась по результатам медико-социальной экспертизы и прописывалась в индивидуальной программе реабилитации. Машины приобретены за счет Социального фонда России. В общей сложности для этой категории граждан в этом году мы затратили почти 150 миллионов рублей. Ну и для понимания, сколько таких граждан у нас на территории области, чуть больше 10 тысяч, 10,5 тысяч. Нижегородское отделение Социального фонда России ежегодно компенсирует расходы на горючие смазочные материалы и раз в 7 лет на капитальный ремонт в размере 30% от стоимости машины. Но главное в этой истории, конечно, удовольствие от вождения, путешествий и активной жизни. Служба информации Кирилл Янковский, Михаил Гордняков.